Всем привет! Это программа НХЛ Сегодня. Я Владимир Дегтярев. Ну и давайте поговорим о том, что сегодня произошло в Национальной Хоккейной Лиге. Несколько, наверное, неприятных событий. В первую очередь, действительно, это событие, которое случилось с Михаилом Сергачевым в матче против команды Нью-Йорк Рейнджерс. Столкновение с Алексей Лафреньером и травма. Насколько она тяжелая, пока мы не знаем. Но по предварительным данным это, в общем-то, может быть и разрыв крестообразных связок. В общем, все, что угодно там может быть. Михаил только-только поправился. Проводил он первый матч. 17 игр пропустил. Вышел на лед и вот вновь у него травма, к сожалению. Насколько она серьезна, опять-таки повторюсь, пока в данный момент неизвестно. И будем надеяться, что все будет в порядке с Михаилом Сергачевым. Восстановится вот эту травму, переживет и пойдет дальше. Что касается самих матчей, то Рейнджерс победили команду Tampa Bay Lightning со счетом 3-1. Я бы здесь отметил достаточно хорошую игру Джимми Вейси. Как раз-таки вот, может быть, то третье звено, которое не всегда работало у команды Нью-Йорк Рейнджерс. Сработало. Да-да-да, вы же спросите, а как же там Игорь Шестеркин? А Игорь Шестеркин не играл. Сегодня вновь ворота команды Нью-Йорк Рейнджерс защищал Джонатан Куйк. Как сказал Лавиолет, Шестеркину надо немного поработать с тренером вратарей. Он по-прежнему наш первый номер, так что все в порядке. Но ему нужно вот немного поработать сейчас с тренером вратарей. И все будет в порядке. Торонто побеждает команду Далла Старс. Причем Мэтьюс забросил свою 41-ю шайбу в регулярном чемпионате. Здесь, в общем-то, все как и должно было быть. Отметим Джона Тавареса. У него одна заброшенная шайба, две результативные передачи. Отметим и Уильяма Ньюландера, который также отличился. У него две заброшенные шайбы, одна результативная передача. У Далласа отличился Евгений Дадонов. У него дубль, но, тем не менее, Даллас уступил 4-5. В принципе, ну, в какой-то степени вполне ожидаемо, наверное, это было. Даллас проводил свой второй матч подряд. И, понятное дело, здесь могли возникнуть проблемы. Еще один момент, который, наверное, обсудить надо. Это встреча между Чикаго и Миннесотой. Миннесота одержала очень тяжелую победу. Со счетом 2-1 Чикаго достаточно долго упирался. Но, в итоге, Миннесота все-таки дожала, что называется, Чикаго Блэк Хокса. Одержали победу. 2-1 борьба за плей-офф продолжается. Но, опять-таки, сами понимаете, пробиться Миннесоте в плей-офф будет очень и очень трудно. Что еще интересного? Ну, во-первых, сейчас, как вы знаете, достаточно большое количество слухов по поводу обменов игроков. Все ждут, что Владимир Тарасенко из Оттавы откажется от своего пункта в контракте о невозможности обмена. И после этого Оттава сможет уже вести какие-то переговоры с другими командами и обменять Владимира Тарасенко. Причем, самое интересное, я бы здесь отметил, Владимир Тарасенко в очередной раз поменял своего агента. По-моему, это уже третий или четвертый агент у Владимира Тарасенко. Вот всегда он этими агентами недоволен. Так что ждем, чем все это закончится. Скорее всего, этот обмен состоится. Ну и немного про Евгения Кузнецова. Клуб, да, и главный тренер в лице Карбери, Спенсера Карбери, сказал, слушайте, мы единое целое, мы команда Вашингтон Кэпиталс, мы семья, и мы, конечно же, будем поддерживать Евгения Кузнецова. Каждый из нас может оказаться в достаточно тяжелой ситуации, вот той, которой оказался Евгений Кузнецов, и мы будем всячески оказывать ему помощь и поддержку. Еще раз я также призываю наших болельщиков, в общем-то, не вешать какие-то ярлыки, наверное, не хаять, а наоборот, действительно, просто поддержать Евгения Кузнецова. Возьмите просто и поддержите Евгения Кузнецова, Валерия Нечушкина, Мишу Сергачева, в общем, да, Патрика Лайна, опять же, действительно, все это, наверное, действительно не очень хорошо, но я надеюсь, что ребята выберутся из этой очень и очень сложной ситуации. Ну и не забывайте, что у нас совсем скоро очередной выпуск с Никитой Филатовым «Хоккейные хроники» будет очень интересно. Ну а на сегодня все, всем пока, для Вас работал Владимир Дегтярев, и, как всегда, встретимся на хоккее. Пока!